Привет, мои дорогие! С вами Глафира Абрамовна и опять в горках холодного цеха. Сегодня мы будем готовить с вами блюдо под названием бигус, или как его почему-то звали у меня в доме, шукрут. Готовится он из любого сорта мяса, морковки, лучка и капусты. Если бы у нас было лето, я бы добавила туда перец болгарский, можно добавить, кто любит остренькое, цецак. Но мы все это компенсируем нашими специями. Итак, немного наливаем растительного масла, любого. Сейчас оно прогреется и мы можем опускать мясо. Мясо у меня нарезано тонкими полосками. Вы можете взять любой сорт мяса, без зависимости от того, что вы предпочитаете. Говядинку, куриное, индейку, баранину. Все будет хорошо. Некоторые делают бигус на основе тушенки. Я не люблю такой вкус. Это любят больницы. И вот опускаем лук и морковь. Учачник, моя любимая, перемешиваем. Она должна немного подтушиться. Кстати, заметила во многих видео, что вы пользуетесь, мои дорогие, странными приборами типа терки. Я тоже иногда пользуюсь, но понимаю, что это уже какой-то прошлый век. Но намного быстрее пользоваться вот такой вещью. Я надела насадку для компании, для капусты. Очень быстро, буквально за 5 минут. И вот такую для морковь. Также очень быстро, делается отлично. Капусту можно нареживать так, как вам нравится. Мне нравится, миленько. Она так и получается сочнее. В нашем доме бигус или шукрут. Я уже не знаю, как его теперь назвать. Делается довольно часто бабушка. Любила капусту тушеную с мясом. Она является одним из популярных блюд в общепите. Как ни странно, общепит, уважает такое блюдо. Тут, кстати, меня варится. Варится. Пускай варится. Так вот, бигус. Бигус очень популярное название в Питере. Но там все по-другому. Там и поребрики, и булки вместо хлеба. Ну и кура вместо курицы. Мы берем для приготовления всего лишь 200 грамм мяса, 300 грамм капусты, 100 грамм моркови, 100 грамм лука, соль, перец, специи и все по вкусу. Обязательно не забывайте класть лавровый лист. Не рекомендуется бигус класть кетчуп. Это испортит его вкус однозначно. Не рекомендуется приправлять майонезом. Это увеличит калорийность. Но зато можно полить сметаной. Готовое блюдо получится очень-очень вкусно. Обратите внимание, у нас по желте лук от морковки. Это потому, что мы уже миски капустили. Теперь надо присолить. Совсем немного. Так даст сок. Овощи. И второй присол у нас будет, когда уже мясо прокушится, и миски с капустой мы все перевернем. Вот уже видно, что появляется сок. Запах уже идет приятный. На этом этапе можно положить специи, но лучше это сделать, когда мясо закладываете. Вот я закладываю мясо. Чем тоньше вы порежете, тем изысканнее будет вкус. Мясо любят, особенно если говядина. Мясо любят, когда его тонко режут. Да, это сложно. Точите ножи, режьте. Заставляйте своих ножей работать. На благо семьи. Потому что острый нож хозяйку радует. Ну вот сейчас дам овощной смеси с мясом протушиться, войти в сок. И покажу вам, что дальше. Вы не представляете, какой идет запах, какой идет аромат. Мне надо было положить всего лишь специи, чтобы получить вот такой эффект. Что у меня здесь? Смесь четырех перцев. Белый, зеленый, красный, черный. Обязательно немного горчицы. Чуть-чуть для запаха. Больше не надо. И смесь из карри и шафрана для цвета. Еще мы дополнительно положим, когда у нас будет капуста. Вот у меня уже лежат четыре листочка лаврушечки. Некоторые кладут еще чеснок. Я не люблю в капусте чеснок. Если кому хочется, измой их отдельно, пускай кушают отдельно. Вот теперь можно перевернуть все спокойным образом. Масла много не надо. Еще раз стараюсь. Потому что мы все-таки стараемся еду есть натуральную. скупающиеся в масле капуста не ездят. Хорошо. Капуста сама дает много сока. Если вы вот так ее еще немножечко повернете, то она ответит вам благодарностью. Потому что тут же, вот видите, какой хруст идет. Извините. Может так снег изображает? Отлично. Опускаем в наше блюдо. Капусту я перевернула. Теперь останется нам накрыть крышкой и подождать минут 20. Периодически помешиваем. Учтите, что не надо добавлять никакой воды, никаких соусов. Ничего. Воду добавить и будет явно столовский вкус. Соус добавить и будет вкус общепита. Еще что-нибудь добавите, ну просто испортите. Чем хорошо, то что это практически безопасно для фигуры, потому что мясо почитаем из капусты с овощами. Как получится, покажу. Пока ждем. Я же говорила, что все очень быстро. Так быстро, что очень быстро. Все, готово. Можно подавать. Приятного всем аппетита. Кушайте с удовольствием. С вами была Глафира Бравна, которая плохого никогда не посоветует. А у меня впереди еще холодец. Кушайте с удовольствием.